Ничто не заменит, просто приезд сюда. Заранее скажу, что этот фильм отличается от предыдущего. Места, в которые мы отправимся, другие. Так что после просмотра этого видео, рекомендую посмотреть осенний выпуск с путешествиями по старой ангасолке, Сталактиты и Сталагниты, Большим Котом, Листвянке и Большой Байкальской тропе. Уже ночь. А в этом выпуске мы расскажем о том, как отдохнуть на Байкале бюджетно и увидеть его скрытую красоту от посторонних глаз. Будем исследовать доступные летние развлечения, посмотрим, как выглядит озеро под водой. И отправимся на поиски лазурных берегов Байкала. На дворе июнь месяц. Мы вылетели из Москвы и прибыли в аэропорт города Иркутск. Местом для проживания был выбран поселок Листвянка. Почему именно Листвянка? Она ближе всего к Иркутску. И это один из самых развитых туристических поселков в Прибайкалье. Ехать туда около 60 километров. А стоимость проезда на автобусе или маршрутке всего 170 рублей. А если вы решите ехать на такси, то она обойдется около полутора тысяч рублей. В Листвянке есть Байкал и есть свои развлечения. Но помимо этого, отсюда еще и удобно отправляться по другим интересным местам Байкала. К тому же в прошлом году мы здесь уже были. И уже знаем многое об этом поселке. Автобусы туда отправляются от центрального рынка и с автовокзала. Можно уехать из любой точки. Но прежде туда нужно еще добраться. И в этом нет сложности. От аэропорта ходят автобусы. Стоимость проезда 25 рублей. Если в Иркутске у вас не появится ощущение, что вы в Сибири, то на подъезде к Листвянке оно точно появится. Дорога будет нескучной. Природа разнообразна, а виды захватывают дух. Густые леса, ручьи, река, ангара, в жилах которой текут воды Байкала. И холмистый путь, по которому вы будете ехать на машине. Приезжая сюда, не забывайте о разнице во времени между Иркутской областью и местом, откуда вы вылетаете. С Москвой разница во времени на 5 часов вперед. Мы вылетели в 7.30 вечера по Москве и прилетели в 6.30 утра по местному времени. Поспать в пути не особо удалось. В самолете мы видели вечер, короткую двухчасовую ночь, а затем сразу утро. И знаете, это был самый необычный рассвет в нашей жизни. Когда самолет пронизывают оранжевые лучи утреннего солнца, то ощущения несравнимы ни с чем, словно мы летим в рай. Да, надо было поделиться этой мыслью с другими пассажирами во время полета. Думаю, они были бы в восторге. Мы приехали в Листвянку утром. Был туман. Казалось, что вот-вот пойдет дождь. Но погода на Байкале переменчива. Через час туман и тучи рассеялись. И вышло солнце. Первый день мы решили провести в Листвянке. Осенью нам не удалось посетить все интересные места поселка. Ведь туристический сезон подходил к концу, но и мы о многих из них просто не знали. Так что в этот раз наверстаем упущенное. Прежде чем отправиться на прогулку, мы забросили вещи в гостиницу и приняли душ. Стоимость гостиниц и квартир в летний сезон примерно одинаковая. Цена стартует от 3,5 тысяч рублей за ночь. И если в прошлый раз мы снимали квартиру, то сейчас наш выбор пал на эко-отель. Гостиничный домик-шале находится на горной возвышенности. У каждой комнаты есть балкон с потрясающими видами на холмы. Все деревянные. Да, стулья, кровать, пол, потолок. Кровать. Стены. Матрас не деревянный. И что самое главное? Вокруг деревьев. Вокруг деревьев, лес, горы и Байкал рядом. Тут есть столовая, где можно брать еду на заказ или кушать свою. И в дождливую погоду скучать вы тут тоже не будете. Ведь в этой столовой есть настольные игры и много книг, которые можно брать с собой в номера. Стоимость аренды нашей комнаты с двумя кроватями, личной ванной и балконом обошлась в 3,8 тысячи рублей за ночь. Я понимаю, что букинг сейчас не работает. Так что просто оставлю ссылочку на гостиницу в описании под видео. Просто офигительный. Первым делом мы отправились к берегу Байкала. Не скрою, мы очень соскучились. На волны можно смотреть часами. Но в это утро нас уже ждала забронированная конная прогулка. Поэтому задерживаться тут не стали, а решили вернуться к озеру после лошадей. А по пути мы забежали на рынок, чтобы купить в дорогу немного еды. Тут продают рыбку всех видов копчения. Рыбку из Байкала и рек, впадающих в него. Горячая рыбка. А вот это голомянка. Индеймик, который водится только тут. Это рыбка без чешуи, тело которой на 35% состоит из жира. Ими в основном питаются не туристы, а нерпы. Помимо еды, на рынке есть еще и множество сувениров. Нас привлекли музыкальные инструменты. Поющая чаша. Иварган. А он не якутский? Нет, это бурятский. И они у многих народов. У меня ассоциация с якутами. У якутов называется хамут, здесь называется бурятварган. Витя купил себе варган. А вот местную рыбку в дорогу брать не стали. Взяли вкусных пирожков, которые продает местная жительница. Всего по 50 рублей. На рынке ее можно встретить. Не каждый день. Но если встретите, то обязательно попробуйте ее пирожки. Сделано с любовью. Словно ваша бабушка пекла. От рынка до коняшек идти не близко. Так что мы вызвали такси и отправились в усадьбу Тюреминах. Это первое место, которое мы запланировали посетить сегодня. Честно скажу, я не умею кататься на лошадях. Так что приехал сюда просто прогуляться и подышать свежим воздухом. А вот Маша любит лошадей и поняшек. Хотя так было не всегда. Раньше она их и погладить боялась. У нас, кстати, есть архивное видео. Я боюсь меньше, но все равно я ебаюсь. Это прям твой размерчик. Я прям герой дня. Я не то, что боюсь, я боюсь, что... Мне кажется, они нервничают. Я понимаю, почему ты боишься. Так что преодолевайте страх и все у вас получится. Красивые облака. А там красивые березки. И самые симпатичные клещи. Вы знаете, что в Сибири на Байкале идеальные клещи. Они кусают прям наверняка. Они очень красивые. Такие вот в Центральной России не встретишь. Приезжайте на Байкал. Спрыскал кастрюк от клещет. Тут большая территория. И помимо лошадей есть и другие развлечения. Мы успели заглянуть в кузницу. Маша приехал кататься на конях. А я приехал. Полетает. Я думала, ты приехал убираться. Конечно, я буду говно убирать за конями. Маша будет на коне ехать. А ты будешь сзади. Следы. Идеально. Да. Она не закрывалась? Там крючок. А, ну надо, наверное, оставить. Наверное, да? Посмотрели на собак, которые зимой катают людей на упряжках. А еще тут есть хрюшки, которых я обожаю. В детстве я приезжала к бабушке в гости, кормила разных животных и пила парное молоко. Правда, у ее бабушки были другие свинки. А это, скорее всего, гончие. И молоко они не дают. Во всяком случае, я так думаю. Чье молоко я пила? А теперь к лошадям. Я хотела ехать сразу, но инструктор сказал, что сначала нужно покататься по манежу. Жеребец быстро привык ко мне. И я со своим наставником отправилась на часовую прогулку за пределы территории усадьбы. Вы спросите, чем отличается эта поездка от той, что можно получить в вашем городе? Главное отличие – это сногсшибательные виды, которые открываются во время прогулки. Дорога проходит по живописному сибирскому лесу, далее через поляну, вокруг которой холмы и горы. Кульминация поездки – остановка около ручья, где лошади могут напиться воды, чтобы отправиться в обратный путь. Они попили водички. Единственное, что непривычно очень широко для меня. Широко сидеть вот так, и ноги прям очень устают. Непривычно поэтому. Но зато там очень красиво. Там еще есть домики, палатки. Жить прям можно в лесу остановить. Круто. Время приближалось к обету, и солнце палило нещадно. Появилось впечатление, что мы приехали на юг России к морю, а не на Байкал. Ну, раз так жарко, то можно и искупаться. Подумала Маша, не зная, что температура воды всего 6 градусов тепла. Я предполагала, что вода холодная, но это была моя мечта еще с осени. Сейчас на улице жара. И я подумала, что будет не так уж и холодно купаться. В общем, я иду на... только мат. Спаси меня! Я уже второй раз просто. В сентябре я не смогла, сейчас вроде жарко. А в сентябре было холодно. В итоге Маша купалась одна. Посмотрите, сколько людей и никто не лезет в воду. Вы обратили внимание, как здесь много теплоходов и катеров. Они тут стоят не просто так. Все они предлагают поездки по Байкалу. Чаще всего это 30-ти минутные прогулки по воде, которые обойдутся вам в 500 рублей. Конечно, далеко за 30 минут вас не увезут, но зато можно покататься. Хотя та же поездка в Большие Коты в прошлом году обошлась нам всего в 550 рублей, а впечатление доставило море. Ходит от платформы Порт Байкал. 2501 2501 платформа. Это именно камни. В этот раз мы тоже решили прокатиться на водном транспорте. Но поездку взяли не с этого места, а с пристани, которая находится немного дальше. Нам всегда хотелось посмотреть на то, как выглядит Байкал под водой. И оказалось, что это возможно. Для этого даже не нужно надевать акваланги. Идем на экскурсию на катере с прозрачным дном. Скорее, даже не дном, а окошками. Которое, может быть, рассмотреть, как нам сказали, рыбу, растения. Посмотрим, что на самом деле. И она должна где-то проходить около часа. что-то получается. От автовокзала Листвянки до места назначения нас довезли бесплатно. Мы проколодались, потому что ходим весь день, сливаем. Чего ты? Без нервов. Без нервов. Без шерсти. на месте выдали жилеты и попросили пройти в каюту. А вы знали, что в Байкал впадает 336 рек и ручьев, а вытекает всего одна река Ангара. Основные свойства байкальской воды можно коротко охарактеризовать так. В ней очень мало растворенных и взвешенных минеральных веществ, ничтожно мало органических примесей, но много кислорода. Вода в Байкале холодная. Температура поверхностных слоев даже летом не превышает 9 градусов тепла, но в отдельных заливах она может достигать и до 20 градусов, а температура глубинных слоев около 4 градусов тепла. Вода в озере настолько прозрачна, что отдельные камни и различные предметы бывают видны на глубине до 40 метров. А еще чистейшая и прозрачная вода Байкала содержит настолько мало минеральных солей, что может использоваться вместо дистиллированной. Вы не поверите, но экскурсия оказалась нескучной. Помимо основного рассказа про Байкал, экскурсовод ответил на все интересующие нас вопросы, а потом еще и напоил вкуснейшей байкальской водой. В общем, очень интересная и действительно впечатляющая поездка. На самом деле красоту на Байкале замечаешь во всем. На воду смотришь красиво. Под водой целое царство будоражащее своей красотой. С воды смотришь и тут сказочный вид. Девственная красота сохранившаяся до наших дней. И очень важно сохранить эту красоту. Приезжая сюда относитесь к Байкалу бережно. Берегите озеро и окружающую его природу. Это сверх ожидание потому что на картинках то что нам предварительно показали я думал что будут маленькие окошки и там увидим совсем чуть-чуть надо будет в эти окошки смотреть. А там действительно был пол прозрачный с решеточками но было круто. Помимо экскурсии на катерах в Листвянке есть еще много других интересных мест и развлечений и подробно о них мы рассказывали в прошлом выпуске про Байкал. Посещать вторично мы их не будем но все же дополним картину этого выпуска и перечислим их. Тут есть колесо обозрения высотой 37 метров. Понимаю с такой высоты немного рассмотришь так что если вы хотите рассмотреть весь поселок и взглянуть на Байкал с высоты почти 800 то вам стоит отправиться к Камню Чешского. На подъезде к Исланд вы встретите канатную дорогу которая и доставит вас к самым красивым видам Листвянки. Ещё в посёлке есть Нерпенарий. Музеи Музеи Астерофизическая обсерватория и зоопарк о котором мы даже и не знали. Я заметила что 90% зрителей не подписаны на канал. Давайте это исправим. Подпишитесь прямо сейчас и нажмите колокольчик чтобы вы не пропустили новые фильмы про путешествия и познакомились с предыдущими. Маша куда мы идём? В зоопарк посмотреть на мишек. А? Передила меня. Мишек хочешь посмотреть? Да. Оленей? Оленей вроде там нет. Барсов? Там козички есть. Можно козички посмотреть. Морские. Морские козички. Есть козички. Морские козички. В зоопарках мне скучно. Да и животных жалко. Одно дело когда животное живёт у вас дома и вы заботитесь о нём. А другое в зоопарке. Владельцы и работники заведений не испытывают к ним любовь, а просто используют. А посетители приходят поглазеть. В зоопарках ползи. Он спит. Именно такая стереотипная картина была у меня в голове до того момента, пока мы не пришли в этот зоопарк. Северные ездовые собаки предназначены для перевозки тяжёлых грузов. Эти собаки до сих пор активно используются на Аляске, на Камчатке. Там, где обычный транспорт из-за погодных условий проехать не может, проезжают такие собаки тяжеловесы. Это рыженькая девочка Рада, тёмненький мальчик Люк. У Рада необычный и очень редко встречается. Обычно маламуты выглядят как Люк или как тот парень. Его нам принесли на прошлой неделе, люди его выбросили, выкинули на улицу и соседи сказали, что он ходил по деревне целый месяц. Пришлось брать для него добрые руки. Работники зоопарка ни на секунду не отпускали нас от себя. Рассказывали о каждом животном. Познакомились с ними не только как с видом, но и как с личностями. У каждого своё имя и своя история, свои предпочтения в еде и развлечениях. Некоторые из животных попали сюда ранеными. Лечим раненых животных и пускаем в дикую природу некоторых животных. У нас реабилитационный центр для медведей и диких птиц краснокнижки. То есть мы их выкармливаем, лечим и пускаем. Это делается совместно с природнодзором. Но всё идёт со средств с билетов. То есть находя в наш зоопарк, люди жертвуют деньги на вход и жертвуют уже автоматические деньги на животные. То есть грубо говоря, помогают животным? Да, зоопарк у нас частный. Все деньги идут только со средств тиркутян, которые к нам приходят, либо гостей города. То есть зимой здесь тоже находится? Да. Собаки понятны, как хашки, маломышки. Ну а вот еноты они дают... Это называется медвежья качка, способ скидывать энергию. В этом медведи и еноты очень схожи. Вообще некоторые учёные считают, что у медведей и енотов есть какой-то общий предок, потому что у енотов и медведей очень много общего. Например, это рацион питания и желудок. То есть желудок у них очень похож на медвежий и те и те в основном питаются растительной пищей. То есть основной рацион это растительная пища. Медведи едят падель, и еноты могут есть насекомых, тоже падель. Наши еноты питаются обычным мясом, медведям мясо стараемся не давать, потому что после мяса они становятся агрессивными, ну и к мясу у них вызывается привыкание. Вообще еноты они всеядные, как я уже говорила, то есть это не все, что составляет их рацион. Помимо этого они едят еще каши, овощи и фрукты. Ворота и яйца добавляется в рацион. Вот он дикий, они между собой ссорят. Это мальчик и девочка, но между собой они не очень дружат. Тут у нас живет еще одна длиннохвостая неядь. Эта птица к сожалению в декую природу никогда не вернется, потому что у нее нету половины крыла. Либо собаки возможно сгрежутся. У меня не так что-то случилось. Ну при облакации она должна податься. Это нафига стажетнее. Она тоже питается мясом, да? Да, технично. У нее вообще-то можно руку просунуть сюда. Серьезно? опускаются письма. Вот. Вечером она начинает работать и можно отправить письмо. Конкретно это не может. Та может. А у этой не умеет летать. Это просто читает письма. Да. Она только читает. Она сортирует их на кассе работать. Она находится на реабилитации. Сейчас медвежа там по пять месяцев. У каждого из них разная судьба. Этой малышке маму убили браконьеры. Малышей оставили погибать в прологии. Их нашли наши жители и попросили забрать к нам на реабилитацию. То есть иркутяне не знают то, что мы реабилитируем медведев в природу. Не знают, что к нам можно обратиться по этому вопросу. Вообще ежегодно только в наш зоопарк предлагают взять до 30 таких мишек. К сожалению, всех взять мы не можем. Территория не позволяет. Те мишки, которые мы не можем взять, отправляются по циркам и зоопаркам. Вторая медведечка вышла в Уссолье на трассу. Ее тоже нашли люди. Скорее что, они примерно одинаковы. То есть медведи рожают в одно время. Выглядят очень милыми, вроде бы безобидными. На самом деле это опасный хищник. Главная опасность у медведей это то, что по их поведению непонятно в каком настроении. То есть они не скалятся как волк, не поджимают хвосты. У них просто монотомное лицо, которое непонятно он хочет напасть или просто проехи мило. Это, кстати, очередное сходство с енотами. но там тоже не видно какого-нибудь настроения. Но они вообще помогают все спокойно, да? Конечно, они. Вередены их клапаны, очень много. Они когда между собой берутся, страшное зрелище. Вот так нравится, как волосы не будут. Можете попробовать дать не пососать. Не пососать, я боюсь. Фига, смотри, он акробат. Тимур, дай пососать. Дай Соне руку пососать. Ну, что ты? Не, я такого не буду делать. Почему? Она как-то раз не ухила. Что? Соня. У медведей до определенного возраста сохраняется сосательный рефлекс. Точно так же, как у маленьких детей, которые сосут соску и таким образом успокаиваются. Мишке тоже очень сильно не хватает мамы. Для того, чтобы успокоиться, находятся иногда вот такие жертвы. Вообще, я сегодня, когда с прогулки пришел, я перепутал Соньку с Машкой, я даю руку, а не понимаю, почему она, типа, не облизывает. И в один прекрасный момент она нюхает и просто кусает меня вот в это место. Я поэтому не даю. Спасибо, не хочу. Я хочу попробовать тоже. Попробуй. Она точно не укусит? Не, я не знаю. Не, ну, можешь укусить это же медведь? Но она не сильно? Нет, не откусит. Она кричит, я боюсь ее. С одной стороны хочется? Они просто кашу. А, они-то кашу ждут? Да. во время этой увлекательной прогулки мы заметили, с какой заботой и любовью относятся сотрудники зоопарка к животным. Это удивительно. Но тут работают люди, которые действительно любят свою работу, которые любят животный мир. Это первый нескучный зоопарк, который я когда-либо посещала. И он останется в моей памяти навсегда. милые животные, которых так и хочется погладить. И улыбчивые ребята, готовые делиться своей любовью к питомцам с гостями. Для копытных нужно отстраивать... Мы купили вольер и так же построили чтобы они не убегали. Территорию мы оставили. И до этого ничего не было. Бослик у нас убегал в Листьянку. Нам его полиция в 3 часа ночи привозила. Да? Да, если гладить, то очень аккуратно вот здесь. Тут может укусить. Он нас характером еще. Он нас все ломал и всегда просыпались ночью. Присыпались ночью от того, чтобы нам кто-то стучится. А это был Лапти Мошин принесли. Я хочу его поглядить. Он такой милый. Такая милота. Но он только носиком все улет. Дай тебе я его сначала украду, а потом нежно. я сама щедрость. Сейчас. На. Смотри, что у меня есть. Я ободриканец. Ну и все, это отвлекающий маневр. Я трону твою уху. А вот еще один интересный момент, который мне понравился. Когда волк и собаки почувствовали приближение ужина, то начали быть красиво. Не правда ли? Я Пробежка. На следующий день мы проснулись очень рано, на часах 4 утра и до завтрака было еще далеко, так что мы решили отправиться к берегу Байкала посмотреть на красоты озера в лучах восходящего солнца. На рассвете Байкал прекрасен, а поселок Листвянка пуст. Ну когда расслабишь глаза и просто медитируешь условно, и смотришь вниз на воду, можно подумать, что вода просто колышется, а ты вот так вот движешься вот в эту сторону, вместе с этой штукой. Замечаешь? Наверное. Да? Ну да или нет? Да. Эта стая собак пришла к озеру даже раньше нас. Кто-то просто смотрел на Байкал, кто-то игрался. А утренняя прогулка песиков была похожа на семейную. Набережная пуста и людей нет, никто им не мешает. Кажется, что кроме животного мира никто не ценит рассвет, никто не ценит утро. Потому что здесь долги, чайки, ну это естественно. А еще собаки, собаки приходят на рассвет Байкала, гуляют и наслаждаются природой. Мы счастливы, что проснулись в этот день раньше других. Насладились отсутствием суеты на набережной, чистым воздухом, звуками прибоя и красотой рассвета. А игривые собачки поначалу создавали романтическую атмосферу вольной собачьей жизни, а потом начали поднимать настроение, напоминая, что не все из них такие уж и серьезные ребята. Тебе что-то готовят? Нет. Что-то пошло не так, они рисовали маракую, как инжир. Манго вообще, по идее, как дынь здесь. Киви? Киви, ладно, окей, банан-банан, клубник-клубника, маракуя и инжир. Это сибирский маракуйя. Ну это, это, ну ладно, допустим манго такое может быть. Они что-то нашли и нет. Но маракуйя такой формы точно не может быть. Маракуйя это инжир, не маракуйя. Инжир? Ну блин, я люблю маракуйю просто. Инжир я тоже люблю. Ты будешь дать открытие? Нет, дать открытие я сейчас скажу сколько. Сейчас время без 27, и скрывается они в 10. Это получается через 3,5 часа вообще они открываются. Ну а подождем здесь? Ну может быть, от собаки уже нашли какой-то памперс. И делят его пополам. Ну реально это памперс. Походу. Ближе к 7 часам Листвянка начала просыпаться. И мы вернулись в гостиницу. Помните, мы говорили, что Байкал словно сказочная вселенная? Самое древнее и самое глубокое озеро в мире окружает уникальная природа и уникальный животный мир. Некоторые из животных обитают только в этой местности. И встретить их где-то еще на планете невозможно. Словно волшебные существа из другой реальности. Они только здесь. Да и сам Байкал будто окружен магией. В его глубинах тоже водятся уникальные жители. Байкальская нерпа. Голомянка. Байкальский омуль и многие другие обитатели Байкала уникальны. И за пределами этого озера вы их не встретите. Помимо волшебных существ, вы можете встретить здесь атрибуты всем известных сказок. Простите, сэр, вы не подскажете, где платформа 9,75? 9,75. Думаешь, это смешно? Ну, если, конечно, добавите чёточку своего воображения. То увидите Хогвартс Экспресс, проезжающий по кругу Байкальской железной дороги. А ещё сможете повстречать ходячие деревья, уже из другой сказки. Кто-то видел на Байкале и русалок. Но, вероятно, у очевидцев в этом случае воображение играло на запредельном уровне. Поезд действительно существует. И мы рассказывали о нём в прошлом выпуске. А вот о ходячих деревьях мы узнали только сейчас. И мы поставили цель сегодня повидаться с этими волшебными существами. Но это ещё не всё. Эти деревья находятся в необычной локации. Есть на Байкале несколько мест, где озеро более тёплое. И купаться в такой воде комфортнее, чем в той же Листвянке. В одно из таких мест сегодня мы и отправляемся. Как раз там нас и будут ждать ходячие деревья. Правда добраться до туда не так уж и просто. На машине не доехать. Единственный способ туда попасть – плыть по воде. Расстояние не маленькое. Примерно 80 километров. А прибрежные катера и теплоходы туда не ходят. Так что нужно арендовать водный транспорт, который обойдётся минимум в 100 тысяч. Ну, либо идти пешком. Аренда катера – слишком дорогая затея. А пешком идти только в одну сторону минимум 3 дня. И у нас нет столько времени. Ведь мы приехали на 2 дня. Из которых остался только сегодняшний. Что же делать? Мы направляемся в Бухту Песчаную, да? Это так было? Мы идём в Бухту Песчаную. Я не знаю, сколько это времени займёт. Или просто в бухту, да, скажем. 7 дней. У нас столько времени нет, поэтому мы отправляемся не пешком. Прямо сейчас мы отправляемся. В Бухту. По воде. Вы не поверите, но покопавшись в интернете, мы нашли выход. Оказалось, что туда можно добраться на катере всего за 9 тысяч, если поехать в составе экскурсионной группы. Так мы и сделали. Вы скажете, что это слишком дорого. Сначала потратить 8 тысяч, чтобы долететь до Байкала, а потом ещё 9 тысяч на поездку. Скажете, что можно было бы добавить ещё 1090 и оказаться в действительно крутом месте. С белоснежным песочком и лазурной водой океана. Вы, безусловно, правы. И если у вас есть лишние 90 тысяч, то смело можете пожертвовать их на развитие нашего канала. Ссылочка для перевода денежных средств в описании. Можете пожертвовать, потому что кадры, которые вы сейчас видите, это Байкал. Как раз то место, куда мы и направляемся. Наверняка вы заметили, что в Листвянке, как и в большинстве мест, на берегу не песок, а камни. Но мы едем в то место, где вместо привычных камешков, непривычные для Байкала, песчаные берега. В дороге скучать не пришлось. Катер рассекал водную гладь Байкала. Мы плыли вдоль скалистых берегов, по которым проходит маршрут Большой Байкальской тропы. Часть этой тропы мы с Виктором прошли в прошлом году. Так что нам было особенно интересно посмотреть, как выглядит путь от Листвянки до поселка Большие Коты. Ведь в прошлом году мы видели всю эту красоту в ночное время. По пути мы наблюдали не только Большие Коты. Но и мыс Крипер. Пать Кодильное. Поселок Большое Голоустное. И многие другие туристические локации. На самом деле, хочется смотреть на всю эту красоту бесконечно. Кажется, что насладиться этими потрясающими видами просто невозможно. Словно вы хотите пить и пытаетесь утолить жажду сладкой газировкой, от которой еще больше хочется пить. А это Баклания-скала. Или, как ее еще называют, Бакланий-остров. Находится он в 160 метрах от берега и имеет высоту четырехэтажного здания. Свое название он получил за то, что в прежние времена на нем выводили птенцов-бакланы. Но и сейчас этот скалистый уступ не пустует. На нем поселилась колония чаек. Баклания-скала – это последняя достопримечательность, которая встретилась нам перед прибытием в Бухту Песчаную. Как я уже сказала, всего 160 метров до берега и вот она. Бухта Песчаная – одно из самых живописных мест на Байкале. Неофициально, эту местность называет Сибирская ривьера. И действительно, тут невероятно красиво. Если бы кто-нибудь придумал аналог Баунти, то кажется, что именно тут нужно было бы снимать его рекламу. Кедровых пальм тут много. Я никогда не видел, как цветет кедр. Растительный мир этого места поражает своей красотой. Если вы поспешили в комментарии поправлять меня, что кедр – это не пальма, то я в курсе. Просто, находясь здесь, постоянно забываешь, что ты не в тропиках, а рядом не океан вовсе, а наш любимый Байкал. Хотя отличий от тропиков много. Например, здесь можно дышать полной грудью и наслаждаться вкусным воздухом. В то время как в тропиках мы бы просто задыхались. Так что да, тут не тропики. Но все равно теплее, чем в Листвянке. Ведь в Бухте Песчаный свой уникальный микроклимат. Здесь среднегодовая температура чуть выше, чем в других локациях. Это самое теплое место в Восточной Сибири. А количество солнечных дней, как на Черноморском побережье. Только представьте. Воздух наполнен еловым ароматом. Светит яркое солнце. Вы идете по песчаному пляжу и видите потрясающую прозрачную воду у Байкаля. А если забраться повыше, то можно охватить одним взором всю красоту сразу. Плюс к этому, если в Листвянке и на Ольхоне туристов много, то здесь их мало. Главным образом, это обусловлено тем, что добраться сюда непросто. Когда лучше всего приезжать в Бухту Песчаную? Как и на всем Байкале, самая теплая погода в июле и августе. И если хотите искупаться, то приезжайте именно в это время. Но вода в любом случае будет прохладной. Так что не стоит рассчитывать на долгое купание. Ведь это скорее для закаленных людей. А вот нагуляться по горам и пляжам вы сможете вдоволь. Также, если вам можно загорать, то вы сможете привезти с собой из поездки особый золотистый сибирский загар. Помимо пляжей, гор и воды, тут есть еще достопримечательность – ходячие деревья. Или как их еще называют – ходульные деревья. Они находятся рядом с Бухтой Песчаной. А именно, в бухте Бабушка. Да, это разные бухты. И если бы я вам не сказал, то вы бы считали всю эту бухту Бухтой Песчаной. Но они разделены – выступами берегов и скалами. Постоянные сильные ветра, дующие в этих местах с озера Байкал, обнажают корни деревьев, выдувая из них песок. Но деревья приспосабливаются и продолжают держаться корнями-опорами. Глядя на некоторые из них, кажется, что деревья куда-то идут. Знаете, они скорее напоминают даже не сказочных персонажей. Мне они напоминают меня самого. Как бы не было трудно, я стараюсь идти вперед. Несмотря на рак и другие испытания в жизни, я продолжаю снимать фильмы про путешествия и делиться красотой нашей планеты с вами. Для меня эти деревья – как символ борьбы за жизнь. Субтитры делал DimaTorzok Ну, что сказать. Приезжайте, ребята, на Байкал. Тут еще много мест, которые мы не открыли. Может, туда откроете? А может быть, посетите те места, которые посетили уже мы. Тут круто. Да и не только на Байкале. Конечно, покидать такое райское место, как Бухта Песчаная не хотелось. Ведь, чтобы насладиться этой природой, нужно провести тут хотя бы неделю. А может быть, и всю жизнь. Так что сюда бы я еще не раз с удовольствием вернулась. К сожалению, наше пребывание в Бухте Песчаной подошло к концу. И мы отправились в обратный путь. По дороге нас завезли в поселок Большое Голоустное. Где нас ждала прогулка по новому месту. И обед. Это небольшой поселок, в котором проживает около 600 человек. Официальная дата основания поселка – 1673 год. Когда-то местные жители занимались тем, что ловили рыбу. Охотились на нерпу. Охотник и рыбак убьет нерпу на прокорм, на одежду, хозяйственные надобности. Лишнего он у природы не возьмет. И держали гостиницы для путешественников. Позже, в советское время, в Большом Голоустном был организован колхоз. Где выращивали пшеницу, овес, кукурузу. Но в 1958 году колхоз в селе был упразднен. Сейчас в поселке есть школа, почта, библиотека, кафе, медпункт, дом досуга и старинная церковь, которая является главной достопримечательностью. Но путешественники знают этот поселок не из-за достопримечательностей. Большое Голоустное – это конечный пункт Большой Байкальской тропы, которая начинается в поселке Листвянка и заканчивается тут. Но некоторые люди не заканчивают свой поход в этом поселке, а продолжают путь до Бухты Песчаной. В прошлом году мы с Виктором ходили по Большой Байкальской тропе, но тогда это был маленький отрезок – от поселка Большие Коты до Листвянки. То есть как бы мы шли в обратный путь от Больших Котов, потому что начало пути с Листвянки, потом Большие Коты и так далее. В общем, виды красивые, но нам еще очень долго идти. Мы думаем, что мы успеем. Даже засветло. Шли мы неподготовленными, без палаток, без серьезных запасов еды и воды. Благо, по дороге нам попадались ручьи, из которых нам удавалось напиться. В тот раз мы просто отправились на прогулку, чтобы насладиться природой. И, конечно же, мы не думали, что придем в Листвянку ночью. К таким походам нужно относиться серьезнее и закладывать на путешествие несколько дней. Особенно, если вы собираетесь пройти весь маршрут тропы или даже больше – пойти пешком в Бухту Песчаную. Маршрут от села Большое Голоустное до Бухты Песчаной считается самым сложным. Сложнее, чем весь путь до этого в Большой Байкальской тропе. Дорога к бухте не имеет единого маршрута. Но это самый бюджетный способ попасть в Бухту Песчаную. Ведь из Иркутска до Большого Голоустного можно даже доехать на автобусе, машине или такси. А потом продолжить путь уже пешком. Конечно, вы не увидите всех красот и разнообразия природы при Байкале, которую видят люди, проходящие всю тропу. Но если ваша цель – Бухта Песчаная, то можно и так. Если вы думаете, что это будет легкий поход, то я вас огорчу. Вам придется пройти 37 километров по сложному маршруту. К такому путешествию мало кто готов. Не рассчитывайте пройти этот путь за несколько часов. Ведь, скорее всего, на него уйдет несколько дней. Первая сложная тропа проходит вдоль каменистого берега с большим количеством скальных прижимов. Некоторые участки придется переплывать или обходить по горам и буреломом. Вторая тропа проходит через густой таежный лес и крутые склоны Кедрового перевала. Дорогу осложняют поваленные во время пожара деревья. Карты маршрутов можно посмотреть в нашем Бусти, ссылка в описании. Ну и также, если ты хочешь отправиться с нами в такое безумное путешествие, пиши в сообщения на Бусти. Да и вообще, в любое путешествие. Вместе веселее! Рекомендую ли я идти вам по этим маршрутам? Нет. Пошла бы сама? Возможно. Но с палаткой, остальным обмундированием, большим запасом еды и воды. При этом маршрут бы начинала с самого начала, а не с большого голоустного. Ты готова к походу? Наш обед готовят к определенному часу. А мы идем гулять. У меня все мысли о позах. Позы. Какие вы знаете позы? Какие-то пельмешки местные. Пришли, значит, сюда люди, спасаясь от каких-то гонений. То есть либо это были религиозные гонения, либо те же самые монголы в свое время убегать пытались от Чингистана и его войск. Пришли на это место. Это, значит, с тех времен, то ли 400, то ли 600 лет назад, это уже вопрос. Обосновала здесь деревня большая голоустная. Сама деревня сейчас находится по правую сторону. У нас тяжело. Я не хочу идти на гору. Ничего не надо, мне ничего отвалить от меня. Иди ты один. Я не могу. Я вижу порт. Все, мне больше ничего не надо. Почему? Красиво, пойдем. Иди там. Ты сможешь. Все. Мы в тебя верим. Нет, я в тебя не верю. Давай. Давай, пошли. Иди. Ставьте лайки. Может, что-то поднимется. Нет. Нет. Вот, нежно так, нежно все прекрасно вижу. Давай, давай, давай. Все. Догоняйте. Я хочу. Итак, записываю впечатления. Я наверх на ту гору не стала подниматься. Потому что мне тяжело подниматься на ту гору. Ну и еще надо заснять здесь красивые места. Видите, сейчас летают на дроне. А я иду снимать красивые цветочки. И, если честно, я очень хочу есть. Должны дать позы и какой-то суп. И у меня все мысли о еде, если честно. Потому что я хочу кушать уже. Уже давно. И варенье. Какой-то на мако. Я его старался. Я не могу. Сvalid. Я перейти. А вот, конечно, очень классно. Отлично. Варенье то есть прям мясо живое такое с бульоном очень вкусным и тесто мне понравился и суп понравился и позы и салатик но лучше всего поза масса любит когда много вкусняшек но я думала не еще десерт предложит на десерта не было только чай все мы уезжаем уезжаем обратно в листвянку наша прогулка закончится скоро нам улетать ну что время подводить итоги байкал и прибайкалье действительно уникальное место если вы приехали в листвянку это не значит что все прибайкалье будет похоже на этот поселок в прошлом году мы были в листвянке больших котах старой ангасолки а сейчас побывали в бухте песчаны и большом галаусном чтобы вы понимали каждое место природой радикально отличается от предыдущего но будьте готовы что отдых на байкале будет не похож на привычный отдых в нашем понимании если вы отдыхаете не в населенном пункте то это скорее будет похоже на какую-то дзен медитацию когда ты мало видишь людей и много природы туристов тут действительно мало но самое главное что так будет не всегда пройдет еще два или три года и сюда снова хлынет поток туристов из китая но и жители россии потихоньку начинают осознавать насколько все-таки крутое место байкал поэтому если вы задавались вопросом когда же вам все-таки поехать на байкал то вот ответ сейчас неважно летом осенью или зимой у вас есть шанс уединиться с природой и зарядиться энергии байкала застать это место в такой девственной красоте он вас только долго ждал ждал ваших бабушек дедушек хотя бы вы то должны сюда приехать давайте за всю семью за весь род приезжайте решено так что поторопитесь а самое главное путешествуйте ведь именно путешествие заряжает наши сердца наполняет событиями жизнь из которой и складываются наши воспоминания то есть и сама жизнь с вами был виктор сторк и мария тудеми увидимся друзья фильм закончен и начались титры если вы уже поставили лайк оставили комментарии и подписались на канал то самое время посмотреть что осталось за кадром дополнительное видео фотографии и музыка из фильма доступны в бусте ссылочка в описании